друзья всем привет сегодня у нас совершенно не запланированная распаковка с одним долгожданным животным которого я на самом деле себе всегда хотел завести и бонусом у нас тут есть пару подарков начнем мы наверное с них и закончим данным животным его кстати в кадре сейчас нету тут заказики у нас есть немного маха сфагнума он полумертвый я думаю но для этого животного совершенно нормально сгодится и также немного опада для макричек и таракан а вот тут вот находятся два вида макрит одни из них это подарочные а другие это для меня которых я заказывал так вскрываем все тоже упаковочка так а вот и первые подарочные макрички это armadilidium piraceae я вам конечно же отдельно потом их подсниму давайте взглянем на них если нам это удастся ладно не будем их тревожить я как уже говорил ранее лучше потом подсниму так и тут у нас должны быть парцелиониды спроеносус да вот они сидят с ними все отлично тут десяток мою большую колонию я к сожалению продал полугода назад на выставке и решил их возобновить для одного интересного проекта который должен выйти на канале но он будет не скоро скорее всего к лету и я думаю можно вам показать этого виновника торжества я его заранее переселил в контейнер побольше потому что пришел он большой соусницы и тесным было на самом деле а это друзья мои чакская рогатка которую я совсем недавно забрал всегда хотел это животное себе она достаточно милое очень красивая но действительно кому он может не понравится я переместился в привычный для вас голос за кадром и самое время для подготовки террариума первым делом его нужно хорошо помыть и от старого субстрата и протереть кстати его габариты это 30 сантиметров в длину 30 в ширину и 20 в высоту для одной особи рогатки этого будет вполне достаточно в виду малоподвижного образа жизни конечно если вы содержите пару или группу лягушек то лучше отталкиваться от размера 50 на 50 сантиметров в качестве грунта можно использовать поролон кокосовый субстрат мох сфагнум и кучу всего я же остановился на последнем у меня мха довольно много и обеспечивать лягушку свежим грунтом я смогу кстати молодых рогаток рекомендуют держать на поролоне из-за того что они часто испорожняются и нуждаются в частой уборке перейдем к укладке грунта мох нужно ложить равномерным слоем в несколько сантиметров чтобы лягушка могла в него зарываться также можно в одном из угла террариума или у стенки сделать возвышение сфагнум нужно хорошо увлажнить и под конец укладки залить небольшой слой воды и и Субтитры сделал DimaTorzok Термоковрик использовать не нужно, рогатки отлично живут при комнатной температуре, но обязательно нужно следить, чтобы она не опускалась ниже 22 градусов. Лягушки эти все же по своему ареалу обитания в природе теплолюбивые. На этом наша первая подготовка террариума закончена. Согласитесь, это было довольно быстро и несложно. Можно переходить к одному из самых интересных моментов, а именно заселение. Вот и все. Теперь наша чакская рогатка будет жить в данном террариуме и красоваться на моем стеллаже. Сегодняшний ролик получился довольно коротким, но как по мне интересным. Через определенное время содержания рогатки я обязательно сниму для вас еще один ролик и конечно расскажу о кормлении и других вещах. Ну а наша распаковка и первое впечатление о этом наинтереснейшем и очень красивом животном подошло к концу. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал и на нашу группу в ВК. До новых встреч!